Религиозная дискриминация или справедливый отбор по физическим способностям. Представители копского меньшинства в Египте, которое составляет около 10% от населения, не раз жаловались на неравноправие перед законом и на рынке труда. Теперь же в связи с ростом популярности футбола в Египте игроки-христиане жалуются на дискриминацию при наборе в спортивной секции. У нас была проблема, когда христиане пытались попасть в команду и их не принимали. Я обратился в церковь, играл на турнирах под ее эгидой и тому подобное. Я не понимал, почему я играл только в церкви, почему я не мог быть как люди из телевизора или мои школьные друзья, играющие за тот или иной клуб. Но потом я понял, что это не моя вина. Эта проблема в Египте наблюдается уже более 50 лет. Мина Биндари – один из тех, кто, по его словам, испытал на себе религиозную дискриминацию. Решил основать футбольную академию под названием «Жусви». Я есть, куда принимают игроков-любителей из коптской общины. Член Египетской федерации футбола Карам Корди считает, что дискриминации по религиозному признаку в египетском футболе нет, приводя в пример Хани Рамзи – копта по национальности. Рамзи вполне успешно выступал за сборную и даже играл в европейских клубах. Хотя официальной статистики о религиозной принадлежности в спорте не существует, многие считают, что пример Рамзи – больше исключения, чем правило. «Мы никогда не интересовались, кто ты – мусульманин или христианин, или вообще какую религию ты исповедуешь. Этого просто не существует у нас. Всегда, во все времена, у нас были христианские игроки, а особо одаренные попадали в сборную Египта, и мы все за них болели». Рост интереса к футболу в Египте в большей степени связан с Мохаммедом Салахом, нападающим английского Ливерпуля. Именно он вывел национальную сборную в финальную стадию чемпионата мира по футболу в 2018 году впервые за 28 лет, став практически национальным героем среди египетских мальчишек, независимо от религии.